Вы вводите в заблуждение, которая поддерживает это умное голосование. Конечно, они же думают, что это Навальный. Они смотрят Навального, смотрят умное голосование. Поддержим умное голосование, Сереж, я тоже... Вы же понимаете, что умное голосование началось сначала, а вы это проигнорировали полностью, все, что я рассказал? Почему ли они слушали-то? Изначально я вам просто дал этих кандидатур. Значит, вы не понимаете, как работает умное голосование. Если вы не верите в меня, посмотрите видео. Вот почему я, в принципе, и говорю, что это вот похоже на напёрзенье. Всё правильно. И первый шаг, если нет нормальных кандидатов. Нет, я не предлагал так. Первый шаг, чтобы не было нормальных кандидатов. Антонов, разжигателя войны поменяли на эколога. У меня к Антонову масса вопросов. Он вообще-то войну на Донбассе поддерживал. То есть масса вопросов к Антонову. Но, ещё раз, я выбираю не между Антоновым и идеальным сферическим кандидатом. Классным, которого бы я поддержал. Вот был бы я Антонов мокрый, я, конечно, себя отопил, а не за Антонова. Умное голосование не поддерживает хороших кандидатов. Здесь хорошие кандидаты не нужно умное голосование. Умное голосование поддерживает из худших, выбирает менее худших. Да, жуликов, воров, бандитов, если другой намного больший бандит. Намного больший жулик, намного больший вор. Из говна выбираем то, которое меньше воняет.